Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на вопросы, поступившие на портал exeget.ru Может ли православный человек изучать язычество? Даже древние святые отцы рекомендовали изучать некоторые языческие произведения И вдохновляться примером некоторых языческих персонажей и героев Вот, например, великий полководец Александр Македонский, ученик Аристотеля Великий человек, великий человек Есть у него чему поучиться? Конечно, есть И в воинском плане, и в плане самовоспитания, и каких-то личных качеств Единственное, что мы стараемся все исследовать, а доброго держаться Как говорил апостол Павел Отфильтровать те вещи, которые нам не подходят Например, его языческое мировоззрение мы перенимать не будем И выделить те вещи, которые достойны подражания Как его, например, доблесть, стратегические какие-то таланты И прочие добродетели Иногда люди изучают язычество, например, ну вот из исследовательского интереса Или из любви к какой-то культуре, например, там восточной, скандинавской, греческой Ведь вас же не смущает, что мы изучали в свое время в школе и греческую мифологию И скандинавскую мифологию Иногда люди, которые там увлекаются аниме, там любят изучить японскую культуру Даже сам Николай Японский все эти вещи, конечно, изучал Вот, другой вопрос, для чего? Для того, чтобы использовать это в духовной жизни Или для того, чтобы пополнить свои энциклопедические знания Поэтому все исследуйте, а доброго держитесь Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!